Я лучше всех, я стою выше морали, мне плевать на законы, я делаю все, что хочу, беру все, что хочу, никого не спрашиваю. Этот мир существует только для меня, а вы все мне завидуете. Как вы думаете, кто может мыслить подобным образом? Психопат или нарцисс, или человек с другим личностным расстройством? С вами по-прежнему доктор Шуров, и сегодня мы разберем, как отличить нарцисса от психопата. Можно ли вылечить этих прекрасных людей? Как правильно себя вести с такими людьми? И что делать, если вы подозреваете нарциссизм или психопатию у своего близкого родственника? Для вас мы ведем канал на ютубе, пишем статьи на Дзене, также напоминаю про телеграм-канал, рубрика интервью безумно интересная, гости просто фантастические. Ждите следующих серий, приезжайте, если вам есть что о себе рассказать. Ну и, конечно же, книги. Покупайте, пишите отзывы, ваше мнение крайне важно для нас. Самый частый вопрос, как разобраться. Психопатия, антисоциальное расстройство личности, диссоциальное расстройство личности, социопатия. Очень много терминов, люди часто путаются. Вот я для начала дам определение, чтобы мы дальше уже шли. Если я буду говорить психопат, сейчас это антисоциальное расстройство личности. Кластер B, эмоционально неустойчивое. Туда также входит нарциссическое расстройство личности, истерическое расстройство личности и пограничное расстройство личности. Люди, чья жизнь сплошное приключение. Раньше тот же самый наш великий психиатр Ганнушкин, все это называлось психопатии. Конституционально еще. В чем заключался смысл? Что это определенные заостренные черты характера, которые начинаются в подростковом возрасте, и на протяжении всей жизни очень слабо корректируются. Вторым важным моментом является проявление во всех сферах жизни. Человек не может быть где-то зайкой на работе, а в семье, наоборот, тираном. Он будет проявляться во всех сферах жизни в рамках своего расстройства. Ну и третий момент. Какую бы нормотипичность не демонстрировали люди с психопатией, которые сейчас называются личностные расстройства, потому что психопат стал оскорблением. Никто не хочет выслушивать, что он психопат. Рано или поздно произойдет социальная дезадаптация, и мы это увидим. Нарушится семейная жизнь, или человек совершит какие-то преступления, или попадет с психозом в стационар. Ну вот, социальная дезадаптация неизбежна. Бывают разные варианты. Когда эти черты выражены не ярко, не сильно, это называется акцентуация. И люди с акцентуациями могут спокойно прожить всю жизнь и не попасть в поле зрения психиатров и правоохранительных органов. Поэтому нарциссизм равно нарциссическое расстройство личности. Я не буду говорить это длинное слово, я буду говорить нарцисс. И психопат, пусть будет психопат, название яркое. Но вы должны понимать, что это именно антисоциальное расстройство личности. Это кластер B, это 1% женщины, 4% мужчины, врожденные преступники, так называемые люди, которые наиболее часто попадают в тюрьму, или идут в секс-работницы. Вот мы всегда видим такое экстремальное поведение и все время удивляемся, как можно быть такими аморальными, бесчувственными элементами, жестко эксплуатирующими других. Можно, в силу особенностей мозга. Самый частый вопрос, как заранее распознать, что мы имеем дело с психопатом, что человек опасен. Вот очень хочется ввести одно сравнение волк в овечьей шкуре. Вы можете поймать этот взгляд волка, оценивающий, но человек будет очень выдержан, тверд. Вот эти люди харизматики. Почему так многим нравится образ преступников, маньяков, которые все поголовно психопаты? Вот холоднокровные убийцы, такой привлекательный фетиш для многих зрителей. Или, с другой стороны, женщина-психопат. Вот фильм «Основной инстинкт», где Шерон Стоун сыграла вот эту идеальную психопатку, манипулирующую людьми, готовую на все, с гедонистическим отношением к жизни, все для своего удовольствия. Ну, согласитесь, персонаж очень объемный, харизматичный, вызывающий минимум интерес. Люди с антисоциальным расстройством личности, наполнены внутренней силой, они берут то, что они хотят, они выше моральных норм, они не обладают эмпатией, но они могут подыграть, они знают, как выглядит любовь, привязанность, они могут делать комплименты, могут делать вид, что они ухаживают. Единственный нюанс, на который я предлагаю всем обращать внимание, в силу полного отсутствия эмпатии, да, они могут имитировать, притворяться какое-то время, но там всегда будут проколы, будет с одной стороны демонстрация каких-то чувств, а с другой стороны человек потихонечку будет торгаться в твое личное пространство, вот все время встречать с работы, забирать от подруг, довозить до магазина. Это история не про заботу, а про контроль. И как только что-то непонятно, не взяла трубку, не ответила, не дай бог телефон был выключен, сразу возникает очень много вопросов, ты где? Вот такое восхищение, любовь очень быстро переходит в контроль. Когда человек видит, а изначально, давайте договоримся, я не случайно вот эту метафору волка применяю, что вот волк смотрит на стадо, и он же видит, вот этот старый, это там с поврежденным копытом, хромой, он жертву выбирает, он никогда не набросится на кого-то сильного, не дай бог на такого же психопата, или на человека с хорошими границами, на человека, который может дать отпор, всегда будет искаться слабина. Сейчас, благодаря социальным сетям, различному контенту, люди дают очень много информации о себе. И очень часто психопаты имеют выбор и достаточно хорошо информированы при завязывании отношений. В современном мире, в бесконечном круговороте важных дел, люди все чаще уделяют внимание своему психическому здоровью. Это очень правильно, ведь в современных, быстро меняющихся условиях защита ментального здоровья, качественная поддержка от грамотного специалиста просто необходима. Курс «Психолог-консультант» от Академии НАТПО откроет вам двери в мир правильного психологического консультирования. Актуальность профессии неоспорима. Психолог-консультант входит в топ-7 актуальных профессий по рейтингу 2023 года. Во время курса студентам предоставят теоретическую и практическую базу для успешного старта в профессии. Помогут изучить изнутри особенность психологического консультирования. Помогут интегрировать свой жизненный опыт с полученными знаниями. И только так выходит грамотный специалист, который умеет и владеет современными и классическими методами и техниками помощи клиентам. А также развивать свои кейсы и успешно их монетизировать. Средняя стоимость консультации 2,5 тысячи рублей. И это только на старте. Также вы получите доступ к воркшопам и поддержку куратора на протяжении всего обучения. Возможность посещать книжный клуб и, конечно же, диплом о профессиональной переподготовке соответствующего образца и безлимитный доступ ко всему курсу. Чтобы узнать подробную информацию об обучении, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код. А по промокоду Шуров все мои подписчики получат 5% скидки на обучение. Присоединяйтесь к Академии НАДПО. Когда у человека отсутствует эмпатия, это очень важный навык. Он не чувствует боль других людей, не видит никакой проблемы в том, чтобы использовать других людей. Можно быть крайне лживым, потому что нет стыда. Эти люди прекрасно проходят полиграф, любые детекторы. На чем основан принцип полиграфа? Когда человек врет, ему стыдно, он смущается, у него есть вегетативные реакции, учащается пульс, потоотделение, что угодно. Когда врет психопат, ему не стыдно, он выглядит очень натурально. Вспомните вот истории, когда та же самая Салтанат, когда и подруги, и все вокруг говорили, да он такой классный, такой серьезный, интеллектуал, что ты нам рассказываешь, что он дикое животное, тебя все время убивает. Человек абсолютно выдержанный. Там, где надо, эти люди могут произвести феноменальное впечатление, даже удивить своим спокойствием. Более того, если они попадают в экстремальные ситуации, там, где обычный человек занервничает, для них это родная стихия. Вот там угрожать, драться с ними, это вообще отлично. Они прямо этого ждут. Только дайте повода. Они не боятся, и в этом они будут гораздо лучше вас. Если брать политику, то вот классический пример Иван Грозный, который как только стал подростком, первым, что он сделал, затравил псами своего опекуна, и дальше по нарастающей, делаю, что хочу. Насилую, убиваю, казню там ближайших родственников. Да, там еще есть определенная травма, конечно, у него рано умер отец, потом бояре заморили его мать вместе с любовником, на всякий случай, его так достаточно пинали, унижали в детстве, всячески игнорировали его статус царя, у него вот это злобище росло, но дальше мы видим, что совершенно нет никаких границ. Есть там чисто формальный синодик, куда он каждого убитого записывал, якобы он молится за спасение его души, но я думаю, он просто смаковал, пересматривал, сколько людей он уничтожил, очень, например, переживал, когда Курбский сбежал в Польшу, да, с удовольствием наказал его семью, но вот он улизнул от царского гнева, его покарать не удалось. Вот такая крайняя степень психопатии, абсолютное властолюбие, которое закончилось чем? Правильно, смутным временем, так, что потом страну очень долго собирали в кучу. Очень частые запросы от пациентов, которые живут с человеком с этим личностным расстройством и вообще, а что делать? К сожалению, еще Ганушкиным подмечено, что это не лечится. Есть определенные методики психотерапии, но, как правило, если человек не признает нормы общества, ну вот он не признает, он считает себя выше. Его на какое-то время изолируют в тюрьму или еще какие-то обстоятельства в его жизни случаются, когда он вынужден, не может себя проявить в полной мере, но как только будет возможность, вспоминайте всегда поговорку «Сколько волка не корми». Мы вот все время будем вокруг волчьей темы вращаться, потому что это действительно вот волчья душа. Собака, наоборот, она будет искренне служить, она будет тебя любить, но это волка очень долго ломали об коленку, модифицировали, чтобы он стал собакой. А вот настоящего волка приручить не получится. Хотя мы знаем случаи, что какие-то там суровые охотники, еще что-то, которые тоже демонстрировали такой стержень, и наверняка были психопатами. Вот у Джека Лондона рассказы, очень много прописано вот этих историй покорителей Запада, там жесточайшие психопаты. Вспомните рассказ «Морской волк», когда там на шхуну попал изнеженный журналист, и там капитан его воспитывал всякими методами, как он держал команду. Вот гениально, очень объемно прописан образ психопата. Вот «Морской волк» Ларсен, опять «Волк». Вот это оно и есть. Я могу честно сказать, вот женщина приходит на консультацию, рассказывает всю историю, все отношения, я говорю, ну тут антисоциальное расстройство личности, как бы или подстраиваться, или бежать. Я же не могу решить за человека, я показываю просто варианты развития событий. Человек принимает решение сам. Следом обязательно прибежит этот психопат выяснять отношения. Он же все вокруг него, кто-то может там дать совет, который может разрушить его семью с воплями, какой вы тут психолог, я сейчас вам всем устрою, я везде напишу. Только он забывает, что я в этой сфере 20 лет, и как бы на меня это вообще горох об стенку. Пустые слова, но я не ведусь на его провокацию, он может быть и хочет, что-то там дальнейшего развития. Просто идет спокойная беседа, объяснение, что есть психотерапевтическая сессия, хотите, приходите на семейную, мы вам границы расставим. Как правило, человек после этого пропадает, для них вообще нет понятия границ, это прямо оскорбление. Когда мы говорим о нарциссическом расстройстве личности, вот всегда вспоминайте, откуда название. Древний греческий миф о прекрасном юноше, который тоже был очень высокого мнения о себе, отвергал любовь нимф, еще кого-то, и в конце концов Артемиде, по-моему, настолько это надоело, что она вот сделала так, что он влюбился сам в себя, и настолько залюбовался своим прекрасным отражением, что умер от голода, все время сидел около ручья, любовался на такую неземную красоту, и не мог оторваться, вследствие чего погиб. Очень хороший миф, прекрасный, по-моему, характеризующий этот замечательных людей, в основе ядра личности будет грандиозное самомнение, и что самое смешное, часто не подкрепленное никакими талантами и достижениями, уж если он реализуется, вот, я король, поклоняйтесь, мы это обязательно увидим, человек не будет стесняться, у него в речи везде будет я, я, мое, вот эта грандиозность будет прослушиваться, бывает обратная история, такой нереализованной, завистливый, злобный, раздраженный, некоторые даже всю жизнь с мамочкой проживают, там формируют эти отношения с поклонением мамочки, потому что мамочка будет любить, безусловно, и часто от нее это переходит, но первая черта это грандиозность, эгоцентризм, да, вы скажете, ты тоже самое говорил о психопатах, да, говорил, но там он уже базовая функция, он никак не зависит от того, даже если это будет самый презираемый человек на пожизненном сроке, все прочее, он все равно будет считать себя исключительно, здесь все время надо подпитываться, нужно поклонение, восхищение, человек плюет на окружающих, он все время перед ним зеркало, в котором он на себя любуется, он погружен в собственную личность, малейшее достижение, оно будет раздуваться до значимых масштабах, вот бокалейщик и кардинал спасут Францию, вот приблизительно будет в таком режиме, что еще, крайняя непереносимость чужого успеха, даже те статусные люди, с которыми они дружат, они все равно в глубине души их будут ненавидеть, считать, что они должны быть на месте этих людей, вот как друзья тоже, нарциссы, если ты выше по статусу, да, они будут угодливые, будут льстить, в ухаживании тоже это очень проявляется, потому что он тщательно изучает того человека, которого будет обольщать, он начинает полностью разделять его интересы, вдруг никогда не слушал классическую музыку, но если там человек этим заинтересован, он станет экспертом, будет там свое время тратить, ресурсы, создаст очень красивую картинку, но он вас не любит, эта история не про любовь, он тоже, давайте вот, ну не может он любить, нет эмпатии, он, ты, вы будете дорогим аксессуаром, бриллиантом в короне, максимум, но корона и голова будут не ваши. Я не могу назвать нарциссов счастливыми людьми, это все время вот подтверждение грандиозности, да, все время какое-то принятие, я это называю все-таки внешней референцией, зависимость от мнения окружающих, и чем оно более выражено, тем больше окружающих вовлечено в жизни этой личности, тем лучше, поэтому, ну как назвать счастливым человека, который не выдерживает критику, да, критика может быть конструктивной, я абсолютно, например, спокойно могу говорить о себе, отношусь к критике, особенно от близких людей, я понимаю, что они мне желают добра, я могу что-то не видеть, я всегда благодарю за обратную связь, если там какие-то личности, что-то, я понимаю в глубине души, что я, может быть, обидел человека чем-то, я попрошу обосновать суть претензий, если действительно что-то было не так сделано, я с удовольствием извинюсь, заглажу все вопросы, и мы дальше живем совершенно спокойно, у нас такая договоренность, мы в семье ни на кого ни обид, ни претензий, ничего не копим, а во всем договоримся на берегу, и здесь никакой критики невозможно, ирония, сарказм, оно его просто уничтожит, человек начнет разрывать, его не признают, его достижения не ценят, попробуйте не отреагировать нужным образом, это же ну такая ущербность, я прям вот нам всем сейчас предлагаю пожалеть, психопатов мы жалеть не будем, а нарциссов с их грандиозным эго, который они постоянно должны подпитывать достижениями, большей частью мнимыми, давайте мы их всех обнимем, примем и пожалеем, какие могут быть маячки, нарцисс, вот много я, много историй про достижения, которые чаще всего будут в будущем, если вы посмотрите те же самые соцсети, там везде он будет любимые, какие-то может быть пафосные подписи, вот я там со знаменитостями, вот посмотрите там какая крутая машина и еще что-то, вот очень много самолюбования, если там хорошая фигура, то будет много обнаженки, надо все демонстрировать, все вываливать, подпитываться этими лайками, и как кавалер, конечно, он может начать заход снизу, выразить глубочайшее восхищение, вот этот смысл моей жизни, женщина, который я искал, очень много таких обобщающих номинализаций, за которыми ничего не стоит, которые очень нравится услышать, возможно, это такая проекция, то, чего бы они хотели услышать про себя, они вот так беззастенчиво лгут и просто обволакивают комплиментами, ухаживаниями, вниманием, претензия на оригинальность, какое-то необычное свидание, организовать, какой-то подарок, на какую-то такую изощренную выставку отвезти, прям выпендриться, я у меня еще интеллектуальное потребление, я еще такой очень умный, в общем, готовиться, это не три помятых гвоздички, здравствуйте, я дядя Вася, я считаю, что если опять брать царскую тему, то вот Людовик XIV, король солнца, супер дворцы, ритуалы, бесконечные какие-то поздравления, вот эти царские фаворитки, когда он мужьям дарил рога убитых оленей на охоте, да, спал с женой, а мужьям дарил рога, и они должны были быть счастливы, потому что статус фаворитки короля давал там неограниченный доступ к финансам Франции или к каким-то благам, вот такая история бесконечного самолюбования, ну и конечно же я убежден, что люди, которые выбирают актерскую профессию, идут средства массовой информации, можете мне это сейчас предъявить, сказать, ты уже надоел, ты везде, у них есть определенная предрасположенность к тому, чтобы быть в центре внимания, вот реализовываться так максимально, собирая армии поклонников, поэтому у нас на эстраде люди, которые даже если творчества нет, будут какими-то дикими подробностями личной жизни отличаться, чтобы только о них говорили, не забывали, куда-то там приглашали, чтобы мы бесконечно видели одни и те же лица на экране. Когда мы говорим о том, что лечится ли личностное расстройство, всегда хочется спросить, каков критерий излечения. Если это заостренные черты характера, то понятно, что при определенных обстоятельствах человек может демонстрировать эту нормотипичность. Так что и не отличишь. Ну, и с другой стороны, очевидно, что они никуда не денутся. Что-то можно загнать внутрь, каким-то жестким воспитанием или рамками и еще чем-то. Но это всегда проявится. Поэтому предлагаю не обольщаться. Но когда мы говорим о нарциссах, там некоторые зачатки эмпатии есть, чувство стыда тоже у них можно вызвать, хотя и с большим трудом там надо прямо очень сильно стараться. Эта история немножко не про них. И тем не менее человек может реализовываться и приносить очень много пользы, его собирать в грандиозные залы совершенно заслуженно. Ну или наоборот страдать от нереализованности, впадать в депрессию, в тревожные расстройства. Тогда прямой путь к доктору, психотерапию. С этим надо работать. И вот когда человек из абьюзивных отношений с нарциссом приходит на консультацию, там уже нарцисс, он же себя не ведет как психопат. он не приезжает на разборке со мной, почему я разрушаю семью. Он наводит справки, выясняет, что тоже не с тем связался. Все-таки ему так немножечко становится тревожно. Он приезжает прощупывать почву, покрасоваться, рассказать, что жена там все-таки преувеличивает. я и такие хорошие условия создал, у нас такие грандиозные планы. в общем, он больше приезжает разведать обстановку. Естественно, когда следующим шагом следует предложение семейной сессии, как-то расставить границы и договориться об общих правилах в семье, ну, эффект будет тот же самый, что с психопатом. Человек пропадет. А теперь вопросы к зрителям. Если вы узнали себя или кого-то из окружающих, делитесь, расскажите, как это проявлялось. Был ли у вас негативный опыт общения с нарциссами или психопатами? Как вы себя вели? Чем это закончилось? Тактика поведения, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы не влюбляться по уши, не размывать личные границы, не отдавать все ресурсы в одни руки, когда человек забирает деньги, документы. Вот пример с Бешимбаевым, который не официально оформил отношения, а просто отвел в мечеть, чтобы не нести никакой материальной ответственности. Если что, просто вот расстались и все. До свидания. Так получается, что вы про любовь, а человек про ресурсы. Чудесным образом все будет оформлено на него, на маму, на все прочее. У вас не будет ничего. Возможно, он еще даже вас заставит взять кредит какой-нибудь, чтобы вы уже окончательно потеряли всякую возможность как-то вырваться. Вот как только начинаются эти замечательные претензии, начинают вытягивать ресурсы, информацию, жизнь, требовать постоянных признаний верности, залезать в телефон, все формы насилия, оскорблений, сарказма. Вот не усугубляйте. Самое страшное это мысль, ну он же такой был зайка в начале отношений, ну так же себя классно вел, да, два или три месяца. Я уже десять лет в аду, а все время помню про какие-то классные минуты. Ну не обманывайте вы сами себя. Ситуация будет развиваться по принципу чем дальше, тем дурней. Вот еще раз запомните, вы их не поменяете. Вы можете только что-то сами понять, осознать, где-то изменить свою линию поведения. Если уходите, проработайте эти моменты, чтобы опять не наступить на те же самые грабли. Потому что волк скорее всего вас выбрал не случайно. Кстати, очень частая проблема, когда психопатами или нарциссами являются мамы, бабушки, действительно близкие люди. Вот все время вспоминается тоже похороните меня за плинтусом. Бабушка, которая уничтожала внука, проклинала, всячески над ним издевалась, такое может быть. Ну во-первых, очень печально, что другие адекватные взрослые не вмешиваются в ситуацию. Возможно, у вас детство прошло в рамках такой постоянной травматизации и, собственно, у вас уже комплексная ПТСР сформировалась. Но в дальнейшем, когда вы взрослый, дееспособный человек, вы сами принимаете решение поддерживать ли отношения с такими токсичными родственниками. И я могу честно сказать, с некоторыми пациентами мы после психотерапии приходим к выводу, что других вариантов не остается, кроме как стать сиротой при жизни родственников. Они настолько токсичны, они так и разрушают. Они не согласны меняться, соблюдать личные границы, хотя бы немного уважать. Вот постоянно тянут ресурсы и уничтожают, что других вариантов, кроме как топором эту пуповину обрубить и еще деревяшками заколотить и цементом залить, не остается. Это возможно самое неприятное, самое тяжелое решение, но речь идет о вашем самосохранении. И когда других вариантов не остается, можно и так. Естественно, за много лет практики встречались и психопаты, и нарциссы. когда мы говорим именно о пациентах, это бывают и люди с зависимостями, и вспоминаются некоторые представители силовых структур, которым там надо, чтобы ты за час приехал, куда им нужно, сделал все, что надо, но и лучшим образом. Ну, естественно, я на эти все вещи не ведусь. В начале карьеры, может быть, я готов был к любым предложениям. Сейчас, если я вижу, что человек давит, диктует, игнорирует тот факт, что специалист я, а не он, я предлагаю просто идти к альтернативным специалистам и там уже ломать доктора об коленку, который это позволит. С нарциссами попроще. Нарциссы любят, когда доктор представлен в медийном поле, они уже приходят такие заряженные, как бы тут все нормально, по статусу, по их ожиданиям совпадают, я так и быть могу решать их проблемы, они готовы выполнять мои назначения. в общем, тоже я смотрю на усилия пациента. Если ответственность будет прилагаться на доктора, человек не будет признавать очевидные вещи, ну, сами понимаете, дальше сотрудничество не пойдет, потому что вот подыгрывание пациенту, подстройка под нарцисса, она приводит только к тому, что райдер требований будет расти. Называть конкретных людей не буду, но я и силовиков лечил, лечу, и представителей шоу-бизнеса, поэтому я этого добра видел очень много. Ваша оценка очень важна, я предлагаю еще написать, о каких расстройствах вы хотите услышать еще, потому что вот нарциссы, психопаты, это, по-моему, каждое второе видео уже в интернете, если что-то попадает в шорсы, там, огромный интерес, набегают люди, которые начинают спорить, ну, потому что у них проекция случается, они себя видят, и очень тяжело сдержаться, поэтому обязательно напишите, если есть какие-то интересные личностные расстройства, можно даже сравнить одно с другим, вот как я сегодня сравнивал, это тоже очень показательно, давайте, я с удовольствием сниму видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите, звоните, давайте сделаем этот мир лучше, бесконечно любящий вас доктор Шуров.